Всем привет! Это Леонов Сергей, психолог и автор интернет-проекта осознанное питание.рф Рад представить вам новый формат видео на моем канале Это будет формат, посвященный реальным рационам питания, которые люди присылают И я их анализирую, потом выкладываю в виде вот такого ролика И, собственно говоря, в этом анализе будет, благодаря этому анализу, будет понятно, что конкретно в рационе не так Какие есть подводные камни, на что можно обратить внимание Какие можно дать рекомендации, ну по крайней мере такие первичные И весь анализ рационов, ну вот сейчас будет первый выпуск, потом еще будет сколько-то То есть весь анализ, он будет базироваться на плане питания марш-херен И, соответственно, опираться на этот план питания Вот, поэтому все, кто решил поучаствовать в этом проекте Они дают согласие на публикацию, собственно говоря, своего рациона Своих вопросов своего имени На публикацию в виде вот этого видеоролика И, соответственно, размещение его на моем YouTube-канале И на других моих ресурсах Вот, это такая небольшая преамбула Поскольку это все-таки первый выпуск Ну и, собственно говоря, первый рацион Давайте посмотрим, что там и как Присылала его Светлана Я просил каждого человека, кто присылает Кроме самого рациона, писать вопросы, которые есть Что, собственно говоря, беспокоит И вот, соответственно, Светлана написала три момента То есть это переедание вечером Которые она связывает с усталостью, тревогой, стрессовой работой Это то, что иногда, как ей кажется, она ест не по голоду Да, то есть по каким-то другим причинам И третий момент, что, поскольку есть большой диетический опыт Что сейчас приучает себя, что нет полезной и вредной еды Но все-таки, когда ест некоторые вредности В кавычках, да, там булочки, зефир, мороженое и так далее То возникает чувство вины Ну и вот рацион за три дня Почему за три дня? Потому что, ну, один день он не всегда показателен Да, но с другой стороны, если там за неделю присылать, за две Это уже избыточно будет За три дня многие закономерности можно понять Итак Вот сам, собственно говоря, да, рацион И на что здесь сразу можно обратить внимание Я буду подчеркивать это в виде анимации И немножко еще комментировать Ну вот такой значок у нас будет означать голод Точнее, накопление голода Получается, что встает, Светлана, написано в 6.20 А завтрак это в 9 То есть получается, между завтраком и подъемом проходит почти два с половиной часа Чаще всего это много Ну то есть организм в более активном режиме уже работает с 6.20 А я пищу получаю только через два с половиной часа Как правило, это приводит к накоплению голода И к вероятности того, что в какой-то из следующих приемов пищи можно переесть Дальше Завтрак Мало сложных углеводов Потому что вот они есть только в запеканке Но запеканка, поскольку это, допустим, одна порция какая-то То понятно, что не вся эта порция Это, собственно, сложные углеводы А сложные углеводы, напомню, что на завтрак они важны Почему? Вы можете посмотреть в отдельном моем видео Посвященном плану питания Марша Херин То же самое на обед Да, ну вот на обед есть хлеб Кусочек, но кусочек сыра Кусочек хлеба, он обычно не эквивалентен Все-таки порции сложных углеводов Типа там, допустим, каши или картошки или макаронов Да, то есть с одной стороны есть С другой стороны, ну, скорее всего, может быть недостаточно В крайней мере такое предположение, да Ну и, собственно говоря, вот на ужин тоже есть хлеб Но 60 граммов, то есть, в принципе, не так-то уж это и много Вот, и если мы обратим внимание Мы можем заметить, что на перекус, который есть между обедом и ужином У Светланы протеиновая печенька 50 миллиграммов, да, и малина А следующий прием пищи у нее только через 3 часа получается С большой вероятностью вот этой печеньки и малины не хватит на 3 часа То есть это значит, что к ужину уже может накопиться не просто легкий голод, да, или там средний, а уже достаточно сильный Чем сильнее голод, тем выше вероятность переедания Вот Но, безусловно, стоит подчеркнуть и положительные моменты, да Что это за моменты? Ну, во-первых, что в принципе есть 3 основных приема пищи, это очень важно Почему, опять же, вот рассказываю подробно в отдельном видео про план питания Марша Херин, да В целом завтрак достаточно сытный, это тоже здорово То есть это не просто один йогурт или не просто одна груша, да Сытный в целом, ну, как бы обед, да То есть сами вариации обеда могут быть разные, да Но здесь есть и белок, здесь есть там и жиры в виде сыра, например, да И овощи, и есть десерт, что тоже важно Если, кстати, вам непонятно, почему вообще хорошо, что есть десерт в виде мороженого, да Опять же, отсылаю вас к видео про план питания Марша Херин, которое есть тоже на моем канале Хороший, нормальный тоже ужин, да Это тоже очень важно, потому что часто бывает, что у человека завтрак сытный, обед сытный А ужин как-то такой легенький, и в итоге нету нормального насыщения Вот, и также очень хорошо, что между обедом и ужином есть перекус Потому что если бы этого перекуса не было, точно был бы очень сильный голод Это 100%, да Соответственно, смотрим второй день В принципе, здесь второй и третий день повторяются закономерности, да То есть, опять же, достаточно большой промежуток до завтрака Здесь на завтрак вообще нету сложных углеводов, только простые, да, то есть вот булочка А на обед, соответственно, практически, я так понимаю, что тоже нету, да И вот на ужин, ну вот хлеб, но мы говорили, что этого все-таки не совсем достаточно, да Хотя все-таки есть Вот, то же самое, смотрите, перекус в виде йогурта, голубики, чаем с зефиркой Его на 3-2,5 часа не хватит То есть, такой перекус переварится, скорее всего, ну где-то через час, да Ну, потому что йогурт, это в принципе, да, жидкость, долго не переваривается Голубика, так же, как любые фрукты, ягоды, да, остальные Это то, что основа ее, это все-таки вода, да, то есть сытости это мало дает Ну, а зефирка, это простые углеводы, то есть то, что тоже быстро переварится Чай и жидкость, вот Задача все-таки перекуса, это не допустить накопления голода, да Поэтому очень хорошо, если перекус состоит из чего-то более-менее сытного Конечно, это небольшой по объему приема пищи по сравнению с завтраком, обедом и ужином Но все-таки тот, который дает сытость И не позволяет накапливать голод до следующего основного приема пищи Вот Опять же, то, что хорошо, да, это то, что нормальный сытный завтрак Нормальный, в целом сытный обед, да, и в целом, опять же, ну, как бы сытный ужин Да, еще и разнообразный, ко всему прочему Хорошо, что перекус есть, то есть лучше такой перекус, да, чем никакого Вот, ну и, соответственно, третий день, да, то же самое, то есть промежуток Здесь уже только на, вот, завтрак все-таки сложные углеводы были А вот на обед и ужин, ну, недостаточно, да Соответственно, то же самое, перекус в виде ягод с йогуртом и печенькой Он не будет перевариваться 2,5-3 часа Вот, но в то же время все плюсы, они тоже сохраняются те, которые были в предыдущие дни Да Если сделать общие выводы, что получается, исходя из рациона и из тех вопросов, которые Светлана писала, да Получается, первый момент, что большие промежутки между пробуждением и завтраком могут приводить к накоплению голода, да И увеличивать риск переедания Не обязательно, что это самое главное, что в случае Светланы будет происходить, да Но риск такой есть Дальше, конечно, надо там, ну, на более длинном промежутке смотреть, анализировать рацион Вот Сложные углеводы, поскольку они есть не всегда, либо не в достаточном количестве На завтрак, обед и ужин Это может усиливать тягу к простым углеводам То есть, если не хватает нам сложных углеводов Там каши, макароны, да Хлеб, ну, в достаточном количестве, опять же, да Картошка То тогда организм обычно тянет на простые углеводы То есть, это сладости всякие, да Потому что без углеводов вообще мы жить не можем Углеводы это макроэлемент, который должен быть каждый день Вот Перекус в основном состоит из десертов или не очень сытной еды Соответственно, его может не хватать до ужина А это может, опять же, увеличивать вероятность переедания на ужин, да Таким образом, четвертый пункт Получается, что переедание, о котором Светлана говорила, да Которое вечером случается Могут быть связаны не только И даже, может быть, не столько с усталостью, тревогой Или стрессом, да То есть, она сама с этим связывает Но, возможно, что больше это связано с самим рационом Вот с теми тремя пунктами, которые перед этим перечислены А с другой стороны, Светлана писала, что у нее есть приемы пищи Когда без чувства голода, как ей кажется Но вот в рационе этого не было видно То есть, пятый пункт, да Я написал, что исходя из рациона, как раз таки не видно Чтобы была еда не по голоду А вот перекус, который есть между обедом и ужином Он как раз очень в тему Другой вопрос, что он по-хорошему должен быть более сытный Но в целом, то, что там есть перекус Это нормально Скорее всего, к этому времени организм уже испытывает чувство голода Потому что проходит с обеда где-то 3-3,5 часа За это время обед с большой вероятностью уже переварился И действительно надо сделать перекус А каких-то других внеплановых приемов пищи За эти три дня, по крайней мере, не было Что касается чувства вины, о которых Светлана вначале упоминала После вредности или после десертов Отчасти это может быть связано с самими эпизодами переедания То есть, когда человек переел Он может начать грешить на то, что он много ест сладкого Особенно, если он сладким переел Соответственно, если этих перееданий станет меньше То вполне вероятно, что и вины тоже станет меньше Но отчасти чувство вины по поводу сладости Может быть связано с иррациональными установками Про то, как эта еда влияет на здоровье и вес Например, когда человек думает Что если я ем сладкое, то я обязательно от этого буду набирать вес Или это обязательно плохо Или это обязательно приведет к повышению уровня инсулина И плохо скажется на здоровье То есть, у нас может быть много разных иррациональных установок По поводу еды вообще И по поводу, например, сладости в частности И, соответственно, кто-то из этих установок Может вообще отказывать себе запрещать не есть эту еду А кто-то может есть, но испытывать после этого чувство вины И на терапии нередко мы работаем Ну не только с самим рационом Но и, например, вот с этими установками Откуда, например, такая установка взялась Действительно ли это так Как это можно проверить И когда человек, например, освобождается от такой иррациональной установки То он может есть ту же самую еду Например, десерты Но уже не испытывать чувство вины Вот Поэтому, если есть вопросы по этому разбору рациона Пожалуйста, задавайте их в комментариях По возможности будут читать и отвечать Если в целом было что-то для вас полезное Ставьте лайк И, соответственно, будем смотреть Теперь на следующий разбор рационов Которые подписчики будут присылать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!